Если мы кого-то убиваем, будем нести за это ответственность. Лучше не заниматься этой деятельностью. Есть деятельность, которую мы не надо делать. Ну, как бы, зачем этим заниматься? Надо что-то другое делать. Как стать более открытым человеком? Человек зажимается, потому что он испытывает страдания от других людей. У него не хватает силы побеждать и карли. Все люди закрыты. У меня есть Олег Сруцов, наставник нашей общины. Он, как бы, говорит, что люди, даже когда начинают духовной практикой заниматься, они двигаются на две категории. Пингвины и ежики. И он объясняет, почему так. Пингвины – это те люди, которые, как бы, они устреляются только к Богу и, как бы, вот так, чук-чук-чук-чук, друг на друга не смотрят. То, как к Богу, и все. То, как к Богу, и все, вперед, и все, и к Богу. Им никто не мешает. Один пингвин упал, встал, пошел. Столкнули, опять встал, он ничего не замечает. Вперед, только вперед. Все, ему никого вокруг нет, они все пингвины, они только вперед, вот, и только к Богу. Все, а вокруг никого не интересует. Ну, есть люди, вокруг нет, и, как бы, таких пингвинов вы можете увидеть в духовных одеждах ходят, проходит, молятся. По барабану, кто как воспринимает это. Мы к Богу идем, все. А как будут люди воспринимать тебя, не имеет значения. Ну, как хочу, так и хожу. И его кто-то спросит что-то, и он на своем языке начинает отвечать, который никто не понимает, кроме него. Это пингвины. Они все вперед к Богу. Все. Есть ежики. Ежики, это когда вперед не получается, тогда надо всех колоть. И они, ааа, материалисты, проклятые, мясоеды, ненавижу. Вот, ежики. Пингвины-ежики, одни колятся, ходят, другие вперед. Ни на кого не обращают внимания. Почему так получается? Потому что сердце слабое для того, чтобы правильно быть. Не хватает духовной силы. Да, человек раздевается духовно, он начинает любить всех вокруг, заботиться обо всех. Пытается не беспокоить людей, если они не могут идти духовной путем. Не мешает, но как бы своей духовной одеждой никого не трогает. Ходит так, чтобы люди спокойно относились. Смиренно относятся к людям. Становятся человеком. Из пингвинов и ежиков становятся человеком. Даже став на духовный путь, человек и то не способен сразу стать нормальным человеком. Нужно время, чтобы избавиться от этих проблем. Причина этих проблем такая. Нас не хватает силы на других. Почему люди зажатые? Потому что на других не хватает силы. На себя еды хватает, не то что на других. Открытым человеком стать непросто. Придет время станет. Это быть в какой-то религии. Не зажимайте себя. Можно и так, и так. Чего вы себя зажимаете? Можно не быть ни в какой религии вообще. Молитесь сами по себе. И мы же все организовали. Ходите в клуб благость. Там нет никаких религий. Из каких религий можете вообще просто желать всем счастья. Никто вам слова не скажет. Так или нет? Вы куда-нибудь тянете народ там или нет? В разные религии. В разные религии приходят. И классно. Для этого клуб благость предназначена и психология 3000. Они просто дают людям нравственное образование. Если человеку это надо, это образование, он этим занимается. Но придет время, захочется изучить духовное знание. Как лучше молиться, как выбрать себе наставника, какие правила соблюдать. Тогда уже человек выбирает веру. Для чего? Для того, чтобы дальше развиваться. Ему это нужно. Он едет, допустим, в святое место какое-то. И он там не при дела. Для того, чтобы глубоко в святое место погрузиться, надо быть какой-то традицией, которая тебе раскроет это святое место. Ты будешь, будешь там по себе, не можешь погрузиться никуда. Потому что нет отношений глубоких. Ну, придет время, закончится в религии. Олег Геннадьевич, можно я замуж не буду выходить? Ну, девушка молодая. Можно? Все нормально? А вы говорите, девушка должна обязательно выйти замуж. А я просто вообще никогда не выйду. Да, такое возможно. Муж одна? Все хорошо. Можно я одна? Олег Геннадьевич, спасибо, что вы разрешили меня одна. Мне так здорово стало. Не волнуйся, все будет хорошо. Еще детей нарожаешь лет через пять. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все время мышление поменяется. Не торопитесь никуда, не гоните себя. Живите счастливо, как есть. Может ли быть искренняя вера в Бога без принадлежности какой-либо религии? Может быть, сто процентов. Может быть, без принадлежности какой-либо религии. Как быть, если двенадцатилетние отношения с мужчиной нет сил и желания продолжают? И существует раздель. В результате чего несколько лет нервозное состояние. Вот кто хочет меня за руку подержать? Съем, съем, съем. Вопрос, ну только сколько времени, да? Придут часа два, и вы думаете, уже кушать хочется. Я не знаю, что держит руку, чтобы я его держала. А мне как-то уже тяжело. Я уже надержалась. Надо что-то другое делать. Если вы не можете быть вместе, вы прожив двенадцать лет, не можете быть вместе. Это супер, что вы через двенадцать лет это почувствуете. Обычно люди через семь лет уже вместе жить не могут. Все, надоело все. Потому что люди хотят жить вместе только с одной целью, наслаждаться друг другом. И есть такая буква В. Сначала отношения становятся все счастливее и счастливее. И то, и месяцами. Потом бац, до какой-то точки дошли, дальше счастье тает. Ну и дело вид, что все нормально. Думаю, раз уже сильно тает. Мы говорим, слушай, ты раньше на меня по-другому смотрела. Движемся вниз, вниз, вниз. Бац, нижняя точка. Жить вместе не можем. Почему? А потому что балдеж кончился. Все. Бабушка пришла к врачу, говорит, у меня жалоба какая, не мочусь. Он говорит, ну, восемьдесят лет уже, кончилась моча. Приходит время и кончается вот это, ну, возможно, балдеть друг другом, кончается пока. И если люди не начинают, вот понимаете, это очень трудно вообще понять, что такое служить близкому человеку. А он говорит, я не чувствую счастья с ним. А это вообще не предполагалось, что должна чувствовать счастье. Цель этих отношений другая. Служить человеку и чувствовать счастье в служении ему. А потом, когда ты служишь, потом дальше другая симпатия начинается, которая в тысячи раз лучше. И вот когда буква В вот эта дошла до пика, дальше, если ты не хочешь служить, и думаешь, а я хочу другого человека, с которым опять буква В будет начинаться вот так. Знаете, следующее буква В будет уже меньше по объему. Все будет быстрее, потом еще быстрее, еще быстрее, потом буква В такая. Сначала думают, а зачем тогда вообще жениться, если такие буквы отбашли. Может просто трепчаться и все. У него нету идеи, что надо дальше ее буквы эту. Рисовать дальше надо. Означает переключение сознания, полностью перемена мозгов. Я не жду никакого счастья от человека, он мне дам для того, чтобы ему служить. Как только начинаешь служить, начинаешь видеть им душу, думаешь, какой хороший человек. Хороший человек. Не телка хорошая, а человек хороший. А это уже другой уровень, это настоящая любовь, когда ты видишь душу в человеке, не тело. Человек хороший. Серебряные свадьбы, негадствующий костер, серебряные свадьбы, душевный разговор. Интересный разговор. Вернулась танго, 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 а ты ушла. Интересный разговор, а душевный разговор. Серебряные свадьбы. Если душевного разговора не возникло, тогда до свидания, не будет серебряной свадьбы. Ради высокой любви мы обязаны Помнить, что с нами пожизненно связаны Нитью незримую, нитью незримую Наши любимые Помнить надо об этом. Нить незримая означает любовь, служение, а не балдеж. Бог связал нитью незримой два человека. Он хочет, чтобы они научились любить. И поэтому буква В доходит до низа. Дошла до низа, теперь все, у тебя нет вариантов. Служи этому человеку, не думая о своем счастье. Живи для него, как Бог захотел. Ты будешь счастлив потом, ты будешь награжден. Этот человек воскресится, изменится. И Бог будет давать тебе очень много милости За то, что ты его своей любовью поменял. А если ты хочешь наслаждаться людьми, Прыгай с одной веточки на другую, как обезьянки. Занимайся на каждой веточке сексом. Родишься в следующей жизни обезьянки. В каждой деятельности своя форма жизни. Не хочешь по-человечески себя вести, значит обезьянка. Там не надо жениться. На одной веточке с одной позанимался, на другой другой. Даже однополый там нормально. Да, у обезьянок нормально. Я даже видел, как одна обезьянка, собачка и сексом занимает. Тоже нормально, нет проблем. У обезьянок все нормально. И они тоже нудисты. Нудисты обезьянные. Они ходят, ну всего. Ну не правда шерсть есть, чтобы как-то не холодно было. Но если человек в человеческом теле хочет быть нудистом, тогда на букву М. Нудистом на букву М. Тогда у нас другое слово. Мой сын живет в полном невежестве, а вы в полной плакости. Ест мясо три раза в день, посчитайте даже, да? Вот и так далее. Не принимает пищу, приготовленную мной. Скандалит со своей сестрой и отцом. Как мне молиться, чтобы помочь ему освободиться от невежества? Или оставить его в покое? Смотрите, два варианта есть. Или молиться. Или пусть живет. Сейчас буду за вас молиться. За всех молиться за вас сейчас буду. Чувствуете, да? Какая-нибудь... Молиться не означает оставить в покое? Молиться означает оставить в покое. Если вы молитесь за человека, вы... Все, успокоится. Ведь вы ругаетесь-то не на своего сына, на свою прошлую жизнь. Но поймите, наконец, что эта церковь есть для вас. Судьбы их тоже чем-то похожи, чем-то похожи на судьбы людей. Собачку, забери, это для вас. Сына, забери, это для вас. Он показывает вам, кем вы были в прошлой жизни. Я иногда во сне летаю. Лечу так хорошо. Вот, правда, лечу, лечу себе. Потому что во сне память приходит в прошлую жизнь. Я, видно, там, молитался хорошо. Сын показывает тебя в прошлом просто. И Бог тебе показывает. Смотри, какая дура ты была в прошлом. Вот смотри на своего сына и больше никогда такой не будь. Но если ты хочешь, чтобы он поменялся, твой сын, тогда прими свою прошлую жизнь. Вот прими себя таким, какой ты есть. Вот у тебя есть такое прошлое. Прими себя таким. Пойми, что ты можешь быть кем угодно в этом мире. Можешь быть и наркоманом, и алкоголиком. Вот кем угодно можешь быть в этом мире. Прими это через своего сына, который тебе показывает, кем ты был в прошлом. Прости себя за свое прошлое. И тебе станет легче. Тогда ты сразу простишь своего сына. Потому что если бы ты в прошлом таким не был, сын бы не вызывал такие чувства. Чувства вот эти вот идут от твоего прошлого. Святой человек никогда не испытывает отвращения никому. Он испытывает сострадание ко всем. Как молиться, чтобы помочь ему? Молиться надо вот так. Смотрите. Вы находитесь под влиянием гнева на своего близкого человека. Святость освобождает от гнева. Думайте о голосе святого человека. Думайте о моей молитве. Молитесь вместе с ним. Верьте в голос святого человека. Усиливайте веру. Усиливайте еще эту веру. Усиливайте. Кланьтесь святостью. Кланьтесь. Усиливайтесь это все. Придет время. И сила отношений со святостью станет сильнее, чем боль к сыну. Станет сильнее. И тогда ваше сердце начнет успокаиваться. И тогда вы поймете, как этот мир устроен. Что он устроен так, что он всегда испытывает нас. Он дает нам испытания для того, чтобы мы становились чище и сильнее. Молитесь. Думайте о святом человеке. Не думайте о том, какие у вас отношения с сыном. Придет время, и ваше сердце наступит спокойствие в отношениях. Как только ваше сердце наступит спокойствие, первую стадию помощи сыну вы уже прошли. Дальше вы продолжаете молиться святому человеку, слушать голос его. Пройдет немножко времени, вы попадете на вторую стадию, в которой вы сможете с ним общаться спокойно, без злобы, не обращая внимания на его недостатки. Спокойно. И он успокоится, расслабится, глядя на вас. Как только он расслабится, он начнет перенимать ваше качество. Потому что, когда рядом находится солнце, никто не может оставаться в тени. Если вы занимаетесь духовной практикой, у вас идет сияние, которое раступит тьму невежества в сердце человека, если вы его любите. Любите означает принимаете таким, как он есть. Принять ли возможно только по милости Бога? Своими силами невозможно принять Сына. Почему мы страдаем? Потому что мы своими силами хотим им помочь. Дальше будет третья стадия. Тогда вы будете дальше молиться, и вы почувствуете себя комфортно рядом с этим человеком. Вы будете чувствовать себя хорошо. Будут какие-то трудности, но это не будет слишком проблемой большой. Вы также поймете, что надо чуть-чуть дистанцию держать, чтобы не оскорняться в этой ситуации. Что человек должен свое жизненное пространство чистое защищать. Родственники имеют право жить, как они хотят. Но вам надо сохранить чистоту. Это главное в жизни. Не изменить их, а сохранить чистоту внутри. Вот что главное. И больше общаться с теми, кто духовно продвинут. Потом придет время, и он так расслабится, успокоится, что он начнет интересоваться тем, что вы делаете. А вы ему будете говорить, «Ну, сыночек, все нормально, ты живешь как-то нормально. Все хорошо, живи как можешь. Ты не можешь так пока жить? Не волнуйся, все будет хорошо. Придет время, у тебя все получится». Вы не будете его мучить и сказать, «А-а-а-а-а-а, ты захотел дополнительной практикой заниматься!» Нет. Будете его сдерживать аккуратно, как вы относитесь к ним. «Наконец-то!» Нет, будьте спокойны. Придет время научиться. Не волнуйся. Никуда не торопитесь. Придет время в вашей жизни, и все изменится в лучшую сторону. Не нужно спешить. Просто концентрируйтесь на Боге. Богу не нужно, чтобы мы сейчас были чистыми. Ему нужно, чтобы мы шли вперед. На своем уровне, на своих возможностях. Думайте о голосе святого человека. Нет другого пути, как через святость. Нет другого способа, как через звук. Звук – это главная сила, меняющаяся в сознании человека. Поверьте в звук. Пытайтесь слушать голос святого человека. Повторяйте молитву так же, как он. Вы увидите колоссальные перемены в своей жизни. Колоссальные перемены. Ваше сердце станет устойчивым, спокойным, способным побеждать не только свою судьбу, но также судьбу других. Почему я включил музыку? Потому что я зависим от Бога. Я хочу слушать того, кто лучше, кто чище меня, давая знания. Я не смогу сам все донести. Если есть возможность, я включаю для того, чтобы больше передать. Он же к тому же является очень хорошим работником в своей сфере. И очень хорошо относится к родителям. Ну, замечательно. Никто не сомневался, что у вас хороший сын. Просто делайте все как надо, и все будет хорошо. Когда девушка говорит, Олег Геннадьевич, ага, можно записки писать, никто уже не поднимается. Все, так выгоднее, да? Но я меньше могу вам сказать, не гадим на вас. Уже меньше. Нет контакта, и вы меньше перед Богом уже говорите. Вы выбрали более такую подходящую игру, да? Если можно так, тогда лучше так, да? Хорошо. Хорошо. Ровно год назад на этом месте я подходила к вам со своей проблемой. Вы мне дали совет и сказали, что моя жизнь изменится. Что-то изменилось. Честным образом поменялось мои родные, которые, я думаю, испортили мою жизнь. Мы думаем, что чудо – это фея с волшебной палочкой. Но я поняла, что чудо внутри нас, чудо в звуке святого человека. И мы сами его можем творить. Нет, мы можем только слушать голос святого человека. Творить чудо будет он. Режим дня. С 24 часов до часу, до 10-11 сна мы стали ложиться в 10-10.30. И подъем в 7-7.30. Пока раньше не получается, ничего страшного. Дети не дают выспаться. С тех пор, как перестали есть мясо, Вселенная как будто защищает нас. Так и есть. Появляются люди, единомышленники с разных углов мира. Мне часто снитесь. Не помню, о чем мы беседуем. Я тоже не помню. Потом в душе так легко. Свет душа, она принимает форму того, кого вы верите. Когда мы голос слушаем святого человека, на самом деле через него действует Бог. Свет душа принимает форму того, кого вы верите, чтобы вас убеждать. Она не говорит сама. Бог не может представить перед нами сейчас. Потому что мы недостойны. Но Он предстает в виде старших. Некоторые люди подходят и говорят, а почему Олег Геннадьевич, вы во сне мне вот это сказали? Я не говорил. Вот честно не говорил. Я молюсь за вас, как за духовного наставника. За духовных наставников не молятся. Олег Геннадьевич, мы желаем вам, чтобы вы были здоровы и счастливы. Чтобы вы всегда продолжали к нам ездить и давать нам лекцию. И чтобы вы всегда продолжали нас лечить. Кому вы пожелали сейчас всего хорошего? Конечно себе. Нам трудно старших любить. Вот так, благословляем. Но можно молиться за здоровье старших. Это факт. Но это не означает благословение. Это означает просьба у Бога. Это правильно. Но надо четко понимать, что старшие представители Бога. Как один человек в Алмаке подошел ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, вы были моим духовным учителем пять жизней подряд. Предыдущих. Я смотрю, что-то замышляет. Что-то не то в глазах. Я говорю, ну я не помню всего этого. Я знаю, что не помните. Я зато помню. Я говорю, а еще что вы помните? Он говорит, а еще я помню, что до этого пять жизней я был вашим духовным человеком. А если самое главное событие для меня, меня зачислили на программу «Как студента психологии 3000». Мой муж иностранец. Может, мы иностранцы, наоборот. Ведь здесь в Германии все иностранцы. Надо разобраться на этом вопросе. Мечтает с вами поговорить. Это возможно. Сейчас лекция переводится на английский язык. Есть сайт. Корсунов.com Там бесплатно можно скачать уже до 40 лекций с синхронным переводом на английский язык. Я знаю, что многие родственники мечтают послушать лекцию. Но на английском это возможно. Если у вас есть возможность на свои языки переводить, прям берите и начитывайте. Мы будем представлять на ресурс. Будете участвовать тогда в лекции. Ваш голос станет более узнаваемым. Как правильно молиться? Вот так. Нужно очень сильно верить в голос, кланяться святому человеку. И в таком же настроении, как он, я желаю всем счастья. Погружаясь в настроение, в веру святого человека, ничего не боясь. Я желаю всем счастья. Постепенно ваш голос придет в сердце. Почувствуйте, что вы здесь. И в сердце будет резонировать голос святого человека. Потом дальше вы почувствуете, что в сердце все успокоилось. Вы продолжаете думать не об этом, а в голосе святого человека. Я желаю всем счастья. Верю только в голосе святого человека. Не верю в себя. Дальше придет время, будут всплывать события, люди в жизни. Вы не думайте об этом. Просто думаем о голос святого человека. Я желаю всем счастья. И чувствую эту личность, чувствую возвышенность, строю с ней отношения. Кланяюсь святыми. Постепенно все события проходят. Все очищается в сердце. Я хочу служить святому человеку. Меня больше ничего не отвлекает. Я мысленно кладу всему. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я начинаю чувствовать силу любви этого человека. И так далее. То так правильно молиться. Если человек сам по себе молится, то он идет другим путем, который тоже правильный, но очень тяжелый. Только святые, то есть очень сильные разумом люди могут молиться, концентрируясь только на свой голос, без голоса святого человека. Это тоже возможно, это сильный путь. Но я шел 15 лет по этому пути, концентрируясь на свой голос и понял, что я ничего не достиг. Когда я начал делать вот так, как я вам сейчас показал, и буквально за 10 лет вся жизнь перевернулась в очень мощное развитие прозвища. Каждый день новое открытие. Поэтому в вайшнавской культуре великие святые поют. Мой духовный учитель, без Твоей милости нет никакого жизни, никакого развития. Пожалуйста, я хочу всегда Тебе служить. Будь милостив для меня. Твои стопы — это обитель возвышенного, чистого служения Господу. Я в глубоком почтении хочу склоняться постоянно к Твоим лодостным стопам. Я хочу слушать Твой голос. Так правильно молиться. И причем знайте, что постепенно ваше сознание расширяется. Я вчера настраивался на голос человека, который читал мусульманские молитвы, этот хор, почувствовал могущество Аллаха. Так здорово, что Бог могущественный. Супер. Да, я читал, слушал православный хор, я почувствовал покаяние, смирение перед Богом. Почувствовал вот эту вот веру, подвижничество, которое там есть. Сейчас я чувствую, как этот человек, он растворяется в любви к Богу, он плачет в этой любви. Он испытывает глубокое счастье в служении Ему. Некое-то видео было, сейчас не найду. Моя сестра давно ведет духовную практику, материально благополучно, но в личной жизни один сценарий. Притягиваются одни айфоны. Я не знаю, что такое айфон. Я знаю, что такое айфоны. Айфоны не знаю. Все становятся айфонами. Айфонцами. Это что значит? А? Женщина. А, за счет женщины живет. Ну, что-то красный. Пусть ведь какой мужик рядом. Ну, какой-то мужичок есть, и то хорошо. Спокойнее же. Вот Бог не дает другого, но вот таким же есть. Уходит. Уходит. Ну, пусть уходит. Проживут, уходят. Ничего страшного, другие приходят потом. Надо спокойнее к этому относиться. Это же временно все. Муж там, не муж. Главное, чтобы мужичок был рядом. Да? Какой Бог дал, так вот дал. А что делать? Скоро вообще будут синеватыми все. Ставят. Что тогда будем делать? Веды предсказывают, что постепенно институт семьи разрушается сейчас в эту эпоху. Пройдет какое-то время, люди вообще не смогут жить вместе. Вообще просто не смогут. И все. Сейчас тут как-то живем, и то хорошо. А почему? Почему? Потому что идет эпоха деградации. Поймите, всегда в этом мире время все старе. Есть четыре эпохи. Первая эпоха, это век, золотой век, это когда одни святые рождаются на земле. Здесь рай на земле в это время. Люди живут очень много, я даже не хочу цифру называть, все равно не поверить. Атмосфера чистая. Потом идет следующий эпоха, серебряный век, когда уже меньше святости, но все равно люди очень служат Богу, поклоняются. Потом идет бронзовый век, уже появляются бандиты всякие там, войны. И потом наступает железный век, век раздоров, в котором мы живем, который наступил пять тысяч лет назад. Означает, что идет деградация тотальная. Смотрите, мне пятьдесят лет. Я помню, сорок лет назад люди были другими, они почти не было наркоманов, люди почти не разводились, люди были, верили в культуру, в правительство, у них как-то на сердце было более возвышенно, песни были очень возвышенные. Эй, товарищ, больше жить, поспевай, не заезжай шага. Ну, то есть, люди во что-то верили. Сейчас и на понтах ходят, смотрите, куча наркоманов, уже культура вообще меняется сама. Однополые браки пошли. Сейчас в США утверждают закон в некоторых штатах, а в том, что половые отношения с людьми, это тоже нормально, со своими. О-о-о-о, да, мои хорошие. Эпоха деградации развивается на полную катушку. Пройдет еще лет 50, будет вообще весело. А мы? А мы уже в это время будем поместить это. Главное попасть в хорошее место, понимаете? Надо молиться Богу, чтобы хуже не было. В Австрии? Да. А есть повыше Австрии? А есть повыше Австрии? Повыше Австрии есть. Су-процент. Нам даже не снилось, какие бывают места там на высших планетах. Австрии вообще отдыхают. Но наши родные останутся, дети, дети. Они тоже все временно, придет время, они тоже полетят дальше. Но если они все деградируют, так их идет трудно. Вот если вы будете молиться Богу, вы станете ангелом-хранителем их. Вот у вас в подцовской линии есть один возвышенный человек, поколение 4 назад был. Он до сих пор ваш ангел-хранитель. И по его милости вы здесь вообще сидите. Станьте ангел-хранителем для своих родственников. Молитесь Богу, думайте только о нем. Все возвысятся рядом с вами. Вы будете защищать их дальше в следующей жизни. А я думала всегда по матерской линии. А? По матерской линии есть еще бабушка. По матерской. И по матерской тоже, да. Ну вот я вижу, что защита идет от подцовской линии. Надо место свое найти, понимаете? Место найти среди лебедей. Лебеди это те, которые идут к Богу, понимаете? Это белые птицы красивые. Летит, 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 летит поток усталый. Летит, летит, и на исходе дня. Ведь в том строю есть промежуток малый. Мне кажется, там место для дня. Надо среди лебедей в этом потоке усталым найти место лететь к Богу потихоньку. В этом цель нашей жизни заключается. А сейчас уже закончилось. А? Нет, десять часов уже. Да? Десять или сколько? Сколько времени? Десять. А у нас полдевятого началось? А? Восемь. Восемь началось. Еще полчаса осталось. Чуть потерпите и все уже. Совсем немного осталось. Уже крылья! уао Эльвис